Добрый вечер, ребята! Привет, ребята! Сегодня у меня в гостях удивительный человек, удивительный художник. Его работы можно найти в Русском музее, в Эрмитаже, даже в Москве, в Третьяковской галерее. Его работы в частных коллекциях и во многих музеях мира. Знакомьтесь, Борис Заберохин. Здравствуйте, ребята! Дядя Борь, у меня есть книжка «Белая лебёдушка», мне она очень нравится. У меня такие красивые картинки. Вот, посмотри, дедушка. Да. И художник Борис Заберохин. Неужели это вы? Да, это я. Вообще, я хочу сказать, что Борис в основном рисует рисунки на сказочные сюжеты, да? В основном, да. В основном, да. И вот два года назад мы как раз были в мастерской Бориса, и он работал над книжкой, над книжкой русских народных сказок в пересказе Афанасьева. И вот сегодня, уже два года прошло, эта книга, наконец, вышла. Вот она как раз передо мной. Посмотрите, ребята. Ну, во-первых, посмотрите на эту замечательную обложку. Настенька, кто изображён на обложке? Баба Яга. Да, Баба Яга. А посмотрите, какой у неё сказочный, золотой переплёт. Просто как будто сама книга пришла к нам прямо из волшебной сказки. Борис, а вот я смотрю, ты принёс две книги. Это как бы два тома или что? Ну, не совсем. Один том – это текстовой, то есть иллюстрации. А, здесь сам текст Афанасьева. А вторая книжка – это как бы такой подарочный вариант сами иллюстрации в оригиналах. То есть, те литографии, которые я печатал два года назад, они все подобраны в этом. А, всё ясно. То есть, вот это непосредственно сама книга. Вот посмотрите, ребята, где текст сказок Афанасьева и где, значит, рисунки. Иллюстрации. Иллюстрации, да, извини, Бориса. А вот это уже сами рисунки, оригиналы. Оригиналы. И вот эти оригиналы тоже ведь, да, вот они так оформлены, потому что они будут в продаже. Ну, их всего 40 экземпляров таких. И вот 40 экземпляров – 26 сюжетов сказок. 26 сюжетов. А сколько вообще рисунков ты сделал к этой книге? Ну, больше 140. Больше 140. Представляешь, Настенька? Ну, это не рисунки, это были литографии. А что такое литография? Литография – это состоит из двух слов. Лит – это литограф. Лит – это камень, литографский граф, рисую. И вот от этого образовалось слово литография. То есть рисунок на камне. Вот, Настенька, мы когда были в гостях у Бориса, то он нам показывал, как он рисует. Ну, это просто замечательно, я такого нигде не видел. Дело в том, что он рисует прямо на камне. Не на бумаге, а на камне. И уже оттиск, это вот называется готовый как? Эстамп. Эстамп. Да. И вот готовый эстамп, он уже получается, когда бумага прикладывается к этому камню, да? Да. Ну, не просто прикладывается, а с помощью станка специального, литографского. И печатник, участник этого процесса, он как бы помощник мой и воплощает в жизнь то, что я задумал. Иногда камни ведут себя странным образом. Да, действительно, камни иногда ведут себя очень странно. И мы это видели собственными глазами. Два года назад, когда были в мастерской, и видели, как печатаются вот эти эстампы. Сейчас мы вам покажем, как это происходило в мастерской Бориса Заберохина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Дядя Боря, а вот этот портрет Бабы-Яги тоже эстамп? Да, это тоже эстамп, тоже литография. Борис, а вот в этой новой книжке рисунки вот тоже эстамп, тоже Баба-Яга. Да? Да. Я смотрю, она немножко похожа вот на ту предыдущую, которую это сколько лет назад ты рисовал? Это лет 17 назад. Лет 17 назад. А это, кстати, выглядит помоложе. Хотя прошло 17 лет. Ну, она странно себя повела в этой книге. Вот именно вот это? Да. Именно этот рисунок? Истамп. Когда картинка была готова на камне, и нужно было уже печатать, после второго прогона, или, так сказать, после второго... Оттиска. Оттиска. Камень треснул пополам, именно по лицу Бабы-Яги. Да ты что, а такое часто бывает, чтобы камень треснул? Это очень редко бывает. Камни очень толстые, крепкие, но вот так получилось, что Бабы-Яги не понравился ее портрет. Мне пришлось его переделывать. И когда переделал, тогда... Она стала более доброй, может быть, может, более сказочной. И она даже перекочевала у меня на обложку. Вот здесь можно посмотреть. А, ну да. Я взял эту Бабы-Ягу, и, как бы, мы перенесли на обложку. Угу. Она является, как бы, главным персонажем, по-моему, за... Да, и вот смотри, если вот так... Да, да, да. Поменять ракурс, то глаза у Бабки-Ежки начинают сверкать. Настенька, ты веришь, что Баба-Яга существует? Ну, вполне возможно, что и существует. Ну, лес живой, вся природа живая. Есть какие-то существа, они невидимы. Взрослому человеку невидимы. А дети могут их, наверное, видеть, я так думаю. И водяные в реке, и лешие, и Баба-Яга, и Дед Мороз уж точно. Да мы точно знаем, что Дед Мороз есть. Подарки кто приносит? Действительно, а кто же тогда приносит подарки, если Дед Мороза не существует? Борис, это кто? Узнаешь, Настенька? Это Дед Мороз. Да, это сказка Морозка. Ох, какая красота. Посмотрите, ребята. Ну, это жар птица. Совершенно верно, это жар птица. На дерево с золотыми яблоками. Ну, а вот эту сказку ты, наверное, прекрасно знаешь. Как она называется? Волк и лиса. Совершенно верно. Волк и лиса. Помнишь, когда лисичка сказала волку, что, а ты сядь, опусти хвост прорубь, и наловишь столько же рыбы, сколько я наловила. Волк сел, опустил хвост прорубь, вода замерзла, прибежали люди, вон бабы с ведрами, мужики с оглоблями, и побили волка. И хвост оторвал. И оторвался у него хвостик. Ну, так, а вот эта сказка уж всем хорошо известна. Кот, петух и лиса. Точно. Кот, лиса и петух. До сих пор не могу понять, Борис, как тебе удается делать вот такие стампы, которые просто вот можно разглядывать, как настоящие картины. В работе над сказкой приходится, конечно, не только воображение включать, но и материалом пользоваться. Материал для меня это народная картинка, лубок так называемый. Там в лубках русских в основном, или в средневековых миниатюрах, там могут совмещаться разные сюжеты, могут люди быть, одни большие, другие маленькие, могут быть какие-то совмещения такие пространственные. Вот это как раз основа сказочного пространства. Большое спасибо, Борис, что ты пришел ко мне в гости, принес эту удивительную книжку. И я хочу, ребята, вам сказать, что вы первые, кто увидели рисунки, иллюстрации, вернее, к этой книге, потому что эта книга еще не вышла. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания, ребята. Пока. До свидания.